В понедельник Светлая Седмица и Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в Патриаршем Успенском Соборе Московского Кремля. Наш телеканал осуществлял прямую трансляцию Патриаршего Богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева. По-особенному торжественно и волнующе звучат пасхальные песнопения Светлой Седмицы в этих древних намоленных стенах Успенского Собора. Клирики, архипастыри, миряне едиными устами молитвы ликуют и радуются о Воскресшем Спасителе. По традиции возглавляет богослужение Светлого Понедельника в Кремлевской святыне предстоятели Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл. Христос Воскресе! Время нам Собора! Христос Воскресе! Время нам Собора! Христос Воскресе! Время нам Собора! На Малом Входе указом Святейшего Патриарха Московского в Сейерусе Кирилла за усердное служение Церкви Божьей ряд клириков храмов Москвы к празднику Светлой Пасхи были удостоены богослужебно-иерархических наград. Правом служения Божественной Литургии с отверстиями царскими вратами до Отче наш и правом служения Божественной Литургии с отверстиями царскими вратами до Херувимской песни. Ректор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протеереи Владимир Воробьев был отмечен правом ношения Патриаршего Наперстного Креста. Аксиос! 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 Православные паломники из Китая. По окончании литургии Святейший Владыка возглавил пасхальный крестный ход вокруг собора. Затем на Ивановской площади Кремля со ступеней Успенского собора патриарх Кирилл обратился ко всем с первосвятительским словом, поздравив с праздником Пасхи. Пасха наполняет наш разум подлинными, неприходящими смыслами, наше сердце радостью, наши чувства просветляются. От всего сердца я еще раз всех вас поздравляю с этим мироспасительным праздником. Каждому желаю крепкой веры в сердце, способности разумом и сердцем воспринимать Бога в соответствии с Его великими заповедями, с Его нравственным всепобеждающим законом строить свою личную, семейную, общественную жизнь. Затем Святейший Патриарх Кирилл отметил присутствие на богослужении и приветствовал православных верующих из Китая. Сегодня среди нас особенная группа людей – это православные китайцы. Это потомки древних албазинцев, которые в 17 веке русские казаки защищали крепость Албазин на Амуре, а затем были пленены и отведены в Пекин. Я всем вам, дорогие мои китайские братья и сестры, низко кланяюсь за то, что вы сохранили веру православную. Я благодарю китайское руководство, которое сегодня создает более благоприятные условия для жизни православных. Вы можете приезжать теперь в Россию, ясно отождествляя себя с православием. И это уже большой успех и большое движение вперед. Члены китайской делегации и сопровождающие их лица были удостоены патриарших наград, юбилейных медалей в память тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира и патриарших грамот. Кроме того, патриарх Кирилл вручил группе слушателей факультета православной культуры военной академии РВСН свидетельство о дополнительном образовании.